Цивилизация начинается с уважения перед старшими. Это, если хотите, папа. Или папа моего папы. Я вижу, как мой папа, например, моет ноги моему деду, своему папе. И я в одной только этой картине получаю как бы сразу модель поведения на всю свою длинную жизнь. Я умру, но я этого не забуду. Как мой, например, отец, например, садится за стол, разламывает хлеб, например, берет какое-то что-то, берет еще какие-то овощи, какое-то мясо на тарелку и бежит к своему старому отцу, говорит, папа, держи, это тебе. И я маленький, сижу за столом, значит, вот так вот, моя голова вот здесь. Я смотрю на своего папу, который для меня самый большой, самый сильный человек, как он бежит, согнувшись к своему папе, к моему деду, одет старый, уже слабый. И я в это время понимаю, я понимаю в это время столько, сколько мне ни один университет не даст. Потом, сколько вы меня потом не учите, сколько не переучиваете, я уже все понял. Я уже понял, что такое послушание, уважение, старший, младший и так далее, и так далее, и так далее. Это все папа. Это все через папу понимается. И у кого папы не было, или папа был хреновый, извиняюсь за выражение, тот ничего не понял. Тот не может ничего понять, потому что хреновый папа, он ломает картину мира. Или отсутствующий папа, нету папы. Мама есть, а папы нету. Все, Библию разрезали напополам. Должны быть, у ребенка должны быть в глазах на сетчатке отобразиться с самого начала. Мужчина и женщина. Самый сильный мужчина в мире это папа, самая красивая женщина в мире это мама. Вот они есть, и есть я, это Библия. Есть папа, есть мама, они друг друга любят. Что еще нужно рассказать? Этим фактом этого, вот самим фактом этого, то, что мама бежит, там папа пришел, и бежит к нему на шею, например, такой. Или он там, он там раз там из-за спины, например, там какой-то там, какой-то чахлый букет там, какие-то вчерашние ромашки каких-нибудь. Она говорит, ой, как красиво, это мне, да, тебе. И сидит мальчонка или девчонка там, смотрит на это все. Все, вы уже всему его научили. Он понимает, что такое любовь, что такое мужчина, женщина, семья. И вот я родился, вот где-то вот как-то, он там понимает, что где-то в этой тайне мне место нашлось. Как-то вот отсюда, и я поеду. Все. А тут как бы одна злая, бедная женщина, как бы, знаешь, никакого мужика на горизонте, там она сидит, моет посуду, понимаешь, по телевизору Малахов рассказывает, кто кого изнасиловал, как бы. И ты сидишь там, как бы, играешь на компьютере, тебе 8 лет, как бы. Все, всю картину мира тебя уничтожили. Потому что мама, например, выгнала папу, не смогла его простить. Или папа был, значит, нехороший, как бы, и обманул маму, там, и нашел себе другую маму. И так далее, и тому подобное. Там уже миллион вариантов, как бы. А должна быть картина цель. И уже не можешь ты вырасти нормальным человеком, потому что у тебя нарушили изначальное целостное восприятие мира. И там дедушки уже в помине рядом нету, и никто к нему не бежит, там, ноги ему мыть, там, или там хлеб ему нести. И все. Поэтому мы учимся вот на этих вещах. Мы не книжками учимся. Мы уже часословом этим святым, мы переучиваемся. Мы уже, как бы, спасаем душу перед смертью, что называется. Ну, еще, может быть, немножко вымаливаем нашу бедную страну. Может быть. Потому что наша страна, это непотопляемый авианосец, пока есть в ней кто-нибудь, кто берет в руки, а кто их, часослов, там, значит, и начинает как-то вот богославить по церковным книжкам. Это наша святая обязанность. Если мы это не сделаем, то наша страна потеряет смысл существования.